здравствуйте друзья с вами борис оборотов и компания gsm repeater и точка ру сотовые сети в городах активно развиваются и все чаще вы можете видеть на смартфоне значок 4g плюс этот значок означает что работает агрегация частот то есть оператор общается с вашим устройством при помощи нескольких частотных диапазонов агрегация частот одна из основных технологий с помощью которых операторы наращивают скорость 4g интернета и это следует учитывать выбирая сегодня 4g роутер для квартиры или офиса буквально на днях мы рассказывали о роутере девятнадцатой категории с агрегацией 5 полос частот обязательно посмотрите наш обзор по ссылке в углу экрана так вот такой роутер может стоить несколько десятков тысяч рублей больше дорого ну да это действительно дорого но какой роутер выбрать чтобы не просесть по скорости и при этом не разориться оптимальным решением для большинства пользователей являются роутеры 6 категории lte такие устройства поддерживают объединение двух полос частот и максимальную скорость загрузки до 300 мегабит в секунду и сегодня у нас на обзоре одна из таких моделей за это и мы в двести восемьдесят шесть роутер брендирован под оператора йота однако пускай вас это не смущает эта модель и работает с любыми операторами например сегодня мы будем тестировать это устройство симка мегафона роутер выполнен в классическом стиле на передней панели размещены индикаторы работы в том числе шкала уровня сигнала 7 слот расположен сбоку на обратной стороне видим четыре гигабитных lan порта и юсб порт для внешнего накопителя под большой крышкой располагается разъем для съемного аккумулятора к сожалению сам аккумулятор не входит в комплект поставки поэтому если вам нужна автономность приобрести батарею придется отдельно под верхними заглушками находятся разъемы sma для внешних антенн сотовой связи эти разъемы придут на помощь если вам потребуется усилить прием сигнала за городом с их помощью к роутеру можно подключить двойную уличную антенну в городских условиях это обычно не требуется встроенные антенны отлично справляются с приемом мобильного интернета м в двести восемьдесят шесть поддерживает самые популярные стандарты сотового интернета на частотах 1800 и 2 600 мегагерц именно эти частоты распространены в городах именно они чаще всего используются для агрегации из плюсов еще отметим быстрый вайфай пятого поколения номинальная скорость до 867 мегабит в секунду в диапазоне 5 гигагерц и до 450 мегабит в диапазоне 2 и 4 гигагерца производитель уверяет что одновременно может быть подключено до 64 пользовательских устройств а теперь давайте перейдем к тестам и посмотрим как этот роутер справляется с интернетом в городских условиях здравствуйте друзья я инженер компании gsm репетеры зовут константин сегодня мы тестируем роутер zte 286 установили сюда карту мегафона подключили компьютеру сейчас сделаем замер скорости на закачку вот тестируем у нас в районе 20 30 вот даже побольше к 40 приближается 41 получается и upload в районе 20 30 ну что ж хороший результат 41 на 30 с учетом того что мы находимся на первом этаже здания у нас здесь железные решетки так что в итоге можно сказать очень хороший достойный роутер как мы сказали в начале м в двести восемьдесят шесть это хороший вариант для пользователей которым нужен быстрый интернет без переплат стоимость этого роутера сегодня составляет 8000 рублей разумеется цена может меняться поэтому обязательно проверяйте текущую стоимость по ссылке в описании ну а я на этом с с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки мне будет приятно всем пока субтитры добавил DimaTorzok ну а у субтитры добавил DimaTorzok у